Всем привет! Добро пожаловать на 14 урок программирования Roblox Studio на языке Loa. Сегодня я расскажу про модуль скрипты. Модульные скрипты. Тема на самом деле не сложная, полезная. И она позволит сократить ваш код в будущем. Что вам придется меньше писать скриптов, меньше делать ошибок благодаря таким модульным скриптам. Но сначала давайте я вам напомню, что у нас в Roblox есть просто скрипты. Помните добавить скрипт? Это серверные скрипты. Они запускаются на сервере и они могут влиять и влияют сразу на все. На все игровое поле, на всех игроков и так далее. Но есть у нас также такой тип локальные скрипты. Локальные скрипты могут быть добавлены и могут выполняться только если эти скрипты находятся внутри рюкзака игрока. Такие вещи как инструменты. Также в модели игрока здесь находится. И в графическом интерфейсе пользовательском игрока. И также в плеер скрипт игрока в папочке здесь находится. И еще здесь находится Replicated First сервис. Ну там тоже у нас в Roblox есть такая папочка. Вот Replicated First. Окей. Вот. В чем плюс локальных скриптов? Ну на самом деле локальные скрипты, они имеют доступ к каким-то вещам, которые касаются только вашего игрока. Ну например, вот управление камерой. Вид из первых глаз и так далее. Когда вам нужно затемнить взор, чтобы, например, вас кто-нибудь ударил, а у вас глаза кровью залило. И только вы не видите или видите плохо. Чтобы у вас камера потряслась. Еще там что-то. Вот. Также локальные скрипты и обычные скрипты разделили для того, чтобы более эффективно, более быстро работали игры Roblox. Ну и защита от хакеров. К сожалению, вот я готовился к другому уроку сегодня и попробовал пример с сайта Roblox. Он, конечно же, не работал. Я посмотрел видео уроки. Видео уроки тоже не работают. Англоязычные. Там и из 18-й год, и за 17-й год. Дело в том, что Roblox постоянно изменяется и закрывает дырки от юных хакеров. И те примеры даже не работают. Вот некоторые примеры начинали работать, которые указаны на официальном сайте или в каких-то англоязычных ресурсах вы находите. Эти примеры не работали, пока вы, например, не отключите фильтрацию. Вот. Фильтринг enabled. Это такая штука позволяет защититься от хакеров. Не от хакеров, а от читеров, которые в игре себе делают деньги, делают вещи и так далее. Вы можете отключить эту галочку и попробовать запустить неработающие примеры. Но лучше не тратить на это время, потому что нужно писать на современном Roblox свои игры, чтобы они работали в будущем и чтобы никакие читеры к ним не добрались. Итак, про локальные скрипты я немножко рассказал. Давайте поговорим о модульных скриптах. На самом деле это точно такой же контейнер, как обычный скрипт или локальный скрипт. Там тоже пишите свою программу. Но этот модуль можно загрузить только один раз в игре. Например, если мы... Он для этого и служит. Для того, чтобы его единственный раз загрузили в игру. Вы можете попытаться его загрузить 20 раз из 20 ваших разных скриптов с помощью вот такого ключевого слова require. Подгрузить требуется. Требуется модуль. Сейчас я буду программировать и вы все это увидите. Но при этом модуль загрузится один раз. Если у вас, например, 20 скриптов в вашей игре. И все эти 20 скриптов требуют загрузки этого модуля. С каким-то названием. Сейчас тоже все это посмотрим. То он загружается только один раз. Если загрузился первый ваш скрипт, потом второй. И во втором тоже встречается require. То он мгновенно получает ссылку на загруженный скрипт. Он его не грузит второй раз. Это очень удобно. Так. Ну и тут написано, в принципе, что... Ну, модули придуманы не только в языке луа, а во многих других языках. Для того, чтобы нужно, чтобы вы следовали принципам не повторяйся. Вот принцип dry называется. Don't repeat yourself. Значит, не повторяй то, что ты уже сделал. Если ты написал функцию, то ты написал ее один раз и вызывай ее отовсюду. Если у тебя будет куча копий этой функции в 20 скриптах. То, например, ты нашел ошибку в этой функции, которая у тебя скопипащена везде. Исправил эту ошибку, а потом бегаешь по всем скриптам и пытаешься в этой же функции с тем же названием или даже с немножко другими названиями исправить эту же ошибку. Ты можешь что-то пропустить, что-то сделать не так, сделать отпечатку и так далее. Так что очень хорошо написать один раз функцию, которая выполняет полезные действия, и которую вы можете вызвать из разных скриптов. И записать ее в модуль. Ну и тут написано, что модули можно подгружать из обычных скриптов и из локальных скриптов. Ну давайте сначала сделаем модуль. Модуль давайте я размещу вот здесь. Replicated Storage. И назову... Ну пусть у него будет такое название стандартное. Модуль скрипт. Нормально. Так, и видите, сразу подставился какой-то текст, заготовка. Наши программы нужно писать здесь. Давайте напишем простую программу, которая говорит «Привет». Писать нужно вот так. Function, потом пишем слово «модуль». Точка. А дальше идет имя вашей программы. Например, вот так. Function. Ай. И она у нас будет просто печатать «Привет». Так. Ну вот, в принципе, модуль готов. А, ну давайте еще одну программу. Программу функцию я здесь сделаю сразу же. Buy. Buy. Это «Пока». Давайте пусть по-русски нам пишет. Привет, пока. Так. Модуль готов. Вот мы... Мы его запомнили. Давайте я все-таки его переименую. Пусть он называется у нас... «Мод». Какой-нибудь мод. Так. Потом, может быть, мы еще создадим. Или переименуем более хорошее название. Как называется эта переменная, совершенно не важно. Потому что, видите, создается таблица «Модуль». И в этой таблице мы создаем переменные. «Модуль.хай», «Модуль.by». И в конце обязательно наш модуль должен иметь такую строчку, где мы возвращаем эту таблицу, которую создали в начале. Вы поняли, что она может называться хотя бы «Хоть так». «Хоть так». Имя не важно. Вот. Главное, чтобы в конце мы ее вернули. И все функции, которые мы хотим дать нашему игроку для использования, они должны находиться внутри вот этой вот таблицы «Модуль». Но мы можем сделать такую функцию, которая из модуля, например, не передастся никуда. «Function.q». Функция «q». Она говорит просто «print.q». «Q». Так. И мы можем эту функцию вызвать, например, из наших функций, которые мы будем потом из модуля экспортировать. Итак, еще раз повторяю. Все функции, которыми мы хотим пользоваться из других скриптов, мы их имена должны писать вот так. Имя таблицы, которую мы выбрали, точка «имя функции». И потом в конце должны вернуть таблицу. А вот эта вот функция «q», она хоть и будет использоваться, но она будет использоваться внутри этих функций. Мы эту функцию «q» извне не сможем никак вызвать. Так. Ну давайте теперь попробуем. Давайте попробуем с простого. Простое – это у нас сервер скрипт сервис. Добавляем обычный скрипт. Кстати, вы видели, что можно тоже и модульный добавить скрипт. Да, модуль можно и здесь хранить. Я специально положил наш модуль «replicated storage», чтобы мы имели доступ к нему из локальных скриптов тоже. Так. Пусть будет «hello world» здесь остается. Давайте затребуем, подключим наш скрипт. Так. Local переменная. Назовем ее «m». В этой переменной у нас будет загружаться модуль. Так. А загружать, вы помните, есть ключевое слово «require». «Require» и в скобках мы должны указать, откуда мы подгружаем наш модуль. Ну, тут все просто «game». Помните, да, вот по этой папке. Здесь это «game». Дальше идет «replicated storage». «Mod». Загрузили. Как теперь вызвать функцию? Пишем «m». И вот нам уже подсказывает, автоматически Roblox Studio показывает, какие есть у нас функции в нашем модуле. «HIGH» или «Buy». Давайте «HIGH». И подождем, например, 3 секунды и скажем «Buy». Отлично. Давайте запустим, посмотрим. Сейчас я еще к одной особенности модулей вернусь. Так. Ну, что мы видим? «Hello World Q». Это вызывается та функция, к которой мы не можем обратиться. Давайте я ее попробую здесь как-нибудь вызову. С главного нашего скрипта. Так, я его давайте переглядю. Главный скрипт наш. Как-нибудь вот так. «M.KU». Как я ее там называл? «Q». «Q». Скобка, скобка. Во-первых, мне Roblox не подсказывает такое название. Во-вторых, сейчас он скажет, что да, извините, вы пытаетесь вызвать «Q», а такого нет. Но, надеюсь, я вам подробно уже объяснил, что вызывать мы можем только те функции, которые мы в модуле записали в нашу табличку. Давайте договоримся, что вы этот... Таблица у нас пусть всегда будет называться «Модуль». как нам Roblox подставляет. Так что, чтобы вы не запутались потом. Вот. Так. Хорошо. Давайте теперь дальше посмотрим по особенности. Ну, написано, что этот же самый скрипт можно... Ой, модуль можно подключать в локальных скриптах. Ладно, подключим, проверим, как все работаем. И сразу... Ну, тут еще такая есть вещь, что первый раз, когда вы подгружаете с помощью «Require» в каком-то скрипте, например, вот здесь, то на этом моменте, при первой самой подключении модуля, у нас игра остановится, пока не загрузится весь модуль. И еще нельзя из модуля самого себя или циклично из модуля 1 загружать в модуль 2, который хочет подгрузить в модуль 1. Вот это все может привести к ошибкам. Так что следите. Ну, это простые правила. И в конце тут написано, что если вы свой модульный скрипт назовете в его имени, ну, у нас, надеюсь, свойства есть. Давайте посмотрим. Вот модульный скрипт, да? Вот свойства. Если мы его назовем вот здесь, в этом свойстве, MainModule, и мы его сможем загрузить в Roblox как модель. Помните, что мы можем в облако Roblox загружать наши наклейки, модели и так далее. Вот. Он будет загружен как модель для вашего аккаунта. И вы сможете в любых своих играх, например, у вас 20 игр опубликовано, но вы храните один такой модульный скрипт, один загруженный в ваше облачное хранилище Roblox. И вы сможете так создавать приватные модули. Я это сейчас объясню, что это такое. Приватные модули. Вы его, во-первых, сможете загружать Require с помощью Asset ID. Посмотрите в прошлых уроках или вообще, наверное, вы знаете, что можно будет его загружать. Вместо указывания вот этого адреса можно будет подгружать его как Asset ID. И там у него какой-то хитрый длинный номер. Вы этот номер можете увидеть в списке ваших опубликованных моделей. Так, и в чем же будет приватность модуля? Смотрите. Например, у вас 10 игр, как я уже сказал. Над одной игрой вы работаете группой из людей. Много человек. Вы не хотите, чтобы ваш код, ваш секретный программный код, эти люди, так как они имеют доступ к совместной работе над этой игрой, то они могут посмотреть, конечно, все скрипты, могут стереть, исправить ваши ошибки. Ха-ха-ха. И посмотреть какие-нибудь секретные там суперэффекты, которые они хотели бы повторить, но вы им не хотите дать. Пожалуйста. Вы делаете не в этом аккаунте, где вы вместе делаете игру, а в каком-то у вас есть, например, рабочий аккаунт, который вы никому не веряете. В нем вы храните все модули, в нем вы исправляете ошибки и так далее. И в совместной игре, где вы работаете, вы везде этот нужный модуль с программами вашими, вы его подгружаете по Asset ID. Так что работать все будет, но никто не сможет узнать ваш исходный код. По-моему, это очень даже неплохо. Вот. Ну, а может быть, наоборот, плохо. Лучше бы вы дали свой исходный код посмотреть друзьям, и они бы исправили ваши ошибки. Ну все, с модулями, в принципе, все. Самое главное, что нам делают модули, они позволяют один раз написать функцию и подключить ее сколько раз угодно из любых скриптов. Я мог бы здесь сделать 10 скриптов, и в каждом из 10 скриптов мог бы сделать вот такой require. Вот. Так. Ну давайте я сделаю все-таки какой-нибудь локальный скрипт. Так. Так. Screen view. Так. Так. так ну помните да интерфейс графического у меня есть какие-то уроки простые графическому интерфейсу пользовательскому но так или иначе я сделал графический интерфейс который будет видеть только игрок эта кнопка будет видна у каждого своя игрока будет эта кнопка так давайте добавим сюда локальный скрипт local скрипт так давайте это я выведу на экран чтобы мы видели когда у нас hello world пишется этой скрипта ну иногда у нас долго запускается но можно вот так остановить и запустить сейчас быстро все запустится да отлично вот у нас из-за локального скрипта запустилась причем смотрите давайте в локальном скрипте мы можем совершенно другую переменную загрузить наш модуль например вот так и вот еще одна особенность и опасность наверное хранится в этом что дело в том что скрипты локальные скрипты и обычные скрипты они разделены так что если мы сейчас загружаем давайте я вам даже букву одинаково сделаю чтобы мы так м у меня был модуль да давайте загрузим локальном скрипте и напечатаем с помощью принта посмотрим где у нас находится этот м то же самое сделаем где в памяти нас находится этот м и сравним увидим сейчас интересную вещь видите на 1 м и на 2 м так вот первый вывод таблица такая-то и адрес числа я не буду повторять но по крайней мере вы видите что адреса разные если мы сделаем еще один скрипт давайте вот еще один main я его назову main 2 main 2 main 2 main 2 hero world 2 здесь я точно также подключу наш модуль так давайте посмотрим как я его подключал скопируем это очень важно чтобы не сделать ошибки возможно это продвинутое такое программирование что вы до этого может быть ваших играх и не дойдет но если дойдет вы должны понимать итак мы видим вот два скрипта два обычных скрипта видите у нас адреса совпадают значит модуль один и тот же загружен среди всех скриптов не локальных обычных сколько бы мы не подгружали этот require наш модуль он всегда будет указывать на один и тот же единожды загружены вот это вот очень важно что он загружается только один раз если вы второй раз загружаете вам дают просто ссылку на уже загружены но при этом видите здесь адрес другой из локальных скриптов совершенно но не совершенно тот же самый модуль загружается в другое окружение так что хоть функции и одинаково работают но они не имеют с другом связи у меня будет еще отдельный урок был уже урок такой небольшой про удаленные функции удаленные события у меня будет отдельно посвящен урок удален функции события вот тогда мы и скажем как же общаться между собой локальным скриптом и обычным скриптом это тоже сделано все для защиты от читеров куда деваться это очень важная вещь борьба с читерами в мультиплеерных играх онлайн это очень важно и так ну вы поняли поэтому вот этот скрипт а давайте я вы не буду трогать ладно он нам не мешает итак давайте сделаем что-нибудь еще полезно не полезно из локального скрипта я теперь попробую печатать этой таблицы нам уже нужно давайте также запущу нам также показывает можно хай вызвать в нашем модуле и бай давайте я запущу и убить убедимся вместе что да у нас сейчас загрузить виде плеер долго долго подключается к серверу давайте подождем если секунд 5 10 он подключается то пусть здесь у нас получается модуль и загрузили наш модуль и запустили из него функции привет пока два скрипта не два скрипта один вот этот вот скрипт стоило подключиться нашему плееру видите уже голубым цветом нарисовано зеленое это то что сервер выводит принт принтами а голубеньким вот это вот линия это показывает то что у нас выводит локальный скрипт и кстати вот у нас есть кнопка можно смотреть видите зеленым обвелось это мы сейчас видим как все это видеться со стороны сервера а можем смотреть как это выглядит все со стороны игрока я вроде бы уже рассказывал так ну давайте теперь попробуем сделаем такой скрипт который хоть что-то полезное делает кстати по модулям я все рассказал так что если вы все поняли то хорошо а сейчас я напишу в нашем модуле вот он мод напишу еще одну функцию уберем я напишу функцию которая будет создавать кирпичик я люблю такие функции писать и кстати многие игры вот я думал про игры будут создавать кирпич назовем б или давайте brick brick здесь будет какая-то у нас позиция позиция где его создать создавать его наверное вы уже помните как просто art instance и ум в кавычках что хотим создать парт где хотим создать workspace и сейчас мы в этот парт ну я уже буду пользоваться чтоб у нас новый проси фрейм будет отдельная ребята у нас отдельный урок ну будем считать что сифрейм в данном случае как позиция просто он позиция не просто положение в пространстве x и y z но еще и направление куда лицом вы развернуты давайте поз плюс будет создаваться функция что делает она создает кирпич над указанной позицией но плюс 10 стадов вверх с вектор 3 вы наверно тоже разобрались если мы хотим прибавить только по высоте то вот я здесь второй параметр по игреку потому что по x ничего не прибавляем по игреку 10 по z тоже ничего не прибавляем ну и давайте попробуем теперь сделаем чтобы наша текстовая кнопка помните да вот эта вот кнопочка я его могу конечно переименовать как-то где она так добавь кирпич так и как мы ее теперь будем скрипте так тоже давайте кнопку переименую добавь кирпич где он локальный скрипт хайбай стирать не буду из этого модуля так как теперь нам подключить эту кнопку пишем так скрипт скрипт parent это у нас гуи так что теперь если мы точку нажали и пишем add brick да вот вот мы из скрипта который в этой же папке лежит мы добрались до кнопки так и у нашей кнопки есть события можно конечно посмотреть так у меня здесь загружено или нет нет не загружено но можно например а чтобы узнать какие события есть можно написать вот так текст button если вы забыли текст button и давайте промотаем нам нужны события 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 ивэн ивэнтс называются так это функции не то не то не то где-то в конце его ивэнтс так что может быть вторая кнопка мыши отпущена вторая кнопка мыши нажатого нам нужен клик или не клик давайте маус пир левая кнопка мыши опущена вниз вот этого штучка маус баттон один даун окей можно клик использовать но да он лучше в данном случае мгновенно сработает не будет ждать когда мы отпущем отпустим сработает именно в момент нажатия помните здесь connect двоеточие и пересоединить когда у нас значит кто-то мышку нажмет на этой кнопке нужно запустить функцию запустим функцию например давайте простую пока мхай брик еще рано почему рано потому что мы должны еще указать позицию позицию где создать кирпич а тут мы задаем только функцию так ну что нажимаем от брик привет 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 видите да срабатывает так что кнопки привязана у нас функция локальный скрипт и причем эта функция как вы заметили она вызывается из нашего модуля вот отсюда вот мы вот эту вызываем а ну извините мы вот эту хай пока вызывали сейчас будем вызывать брик так что же здесь нам нужно сделать а давайте сделаем анонимную функцию как 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 это обычно и делают вот так в скобочках этого коннента пишем коннекта пишем function and вот она запустится так а здесь мы можем уже вызвать наш m.brick но мы должны какую-то позицию указать давайте позицию сейчас укажем центр нашего игрового поля пока что вот что центр игры это у нас 0 0 0 а кирпич должен создаться по этому адресу так давайте эту же штуку я в наш главную в наш главный скрипт помните main который при загрузке пишет hello world давайте он тоже кирпич нам сделает вот я так запускаю все эти приветы наверно можно удалить ах ребята да ругнулась у нас конечно потому что я там ладно ладно так c-frame вот здесь ругается что должен не вектор быть а c-frame должны передавать по-моему можно вот так сделать c-frame точка нью и он будет новый сделан из вектора 3 надеюсь так сработает да и он наш кирпич валяется так и давайте теперь нажмем кнопку так и здесь у нас ругается непонятно здесь тоже нужно c-frame ой не c-frame так в мене мы исправили вот так вот сделали мы сейчас не с позициями работаем а с c-frame это позиция и направление поэтому вот так надо сделать понятно кирпич вон он там создался упал теперь нажимаем кнопку должен отлично все работает так теперь давайте сделаем чтобы ну зря что ли мы пользуемся локальным скриптом помните что какой плюс локального скрипта это легкий доступ к параметрам игрока текущего игрока который видит эту кнопку на экране да вот эту так main2 нам не нужен локальный скрипт я его давайте даже переменю так локальный скрипт чтобы вот здесь вверху тоже было название видно что мне легко нужно было итак здесь мы будем передавать уже не случайный не случайную какую-то координату давайте давайте во-первых получим нашего игрока local player так как мы внутри локального скрипта то ссылка на нашего игрока который вот подключился и этот скрипт исполняет она очень простая game.players local players большой буквы так ну и теперь дело в том что у самого игрока нет позиции есть позиция ну и сифрейм у неких частей которые подключены к его характеру поэтому пишем player наши переменные в которой мы давайте сразу ладно можно здесь писать player точка характер характер так потом гуманоид обязательно в гуманоиде есть такая деталь называется root гума ой гуманоид root парт она в характере уже есть по моему у нее есть c-frame если я ошибся сейчас исправим итак получается что в переменную local player я взял текущего игрока который у нас сейчас подключен так как мы в локальном другие игроки совершенно неважно у них у них все эти скрипты свои так получили player и мы запускаем из нашего модуля функцию brick который мы должны передать c-frame ну как бы позицию нашего игрока где создать кирпич но плюс плюс 10 стадов так где у нас мод вот плюс 10 стадов подразумевает что над головой нашего человечка должно ну ладно запускаем если я не ошибся то все нормально если ошибся сейчас подправим путь не не ошибся все хорошо на этом урок можно наверное заканчивать вот отлично так вопросы задавайте под этим видео следующее у меня будет видео по диалогам и я тоже не буду время сильно ограничивать мы сделаем быстренько диалог общения и диалог типа квеста и диалог типа магазина который будет продавать вещи но так как мы по лидерборду еще не сделали урок поэтому там будет все немножко упрощено с лидербордом было бы все покруче так ну все на этом всем привет подписываемся всем рассказываем ставим лайки пока